Россия сместила диапазон торгов по рублю уже седьмой день подряд, поскольку падающие цены на неочищенную нефть увеличивают давление на валюты самого крупного экспортера энергии. С вами Шинат Маклафлин в обзоре прессы вторника. Согласно сегодняшним данным, Центроманк снизил критерий по курсу доллар-евро до отметки 45.35. Рубль упал на 0,3%, восьмой день ослабления, и нефть Brent упала в цене на 0,5% до отметки 88.45 доллара за баррель. Вчера цена упала на 1,5%. Это самый низкий уровень с 2010 года после того, как Ирак последовал примеру Саудовской Аравии и Ирана по снижению цен. Самые плохие показатели были у рубля по отношению к доллару с июня, поскольку в России наблюдался дефицит доллара из-за кризиса в Украине. Существует обеспокоенность тем, что цены на нефть Brent упадут на 24% с июньской отметки, а госбюджет России наполовину наполняется с нефти и газоиндустрией страны. Только в этом месяце Россия потратила 6 миллиардов долларов для борьбы с дефляцией. Это говорит о том, что вскоре чиновники увеличат процентные ставки, чтобы помочь национальной валюте. Падеет неоценно, а российские фонды привлекают некоторых охотников за выгодными сделками ввиду ослабления конфликта с Украиной. Директор Prosperity Capital Management в Москве комментирует, сейчас российские акции можно скупать. Их цены на низком уровне, а вот риски переоценены. Несмотря на то, что экономика не растет, многие компании отличаются хорошими перспективами роста. РТС-индекс по фьючерсным контрактам, выраженным в долларах, упал на 0,6% до отметки 106.42. Волатильность индекса, которая определяет колебания в фондовых фьючерсах, выросла на 1% до отметки 31.86. Многие до сих пор верят, что напряжение между двумя странами все еще существует. Это может негативно повлиять на рост. Главный инвестиционный менеджер Blue Star Global комментирует, путинские войска все еще вызывают проблемы в Украине. На фоне падающей цены на нефть, ослабевающегося рубля и замедляющейся экономики, Россия может и дальше казаться непривлекательной инвестицией, несмотря на низкие цены на фонды, но ввиду геополитических рисков. На этом завершается обзор прессы вторника. Завтра выпуск для вас подготовит имаджен Комри.